всем привет ребят ну что мы сегодня поговорим с вами про актуальные таланты которые есть потому что многие спрашивают какой же все-таки талант поставить а я их очень много тестирую делаю много разных сборок и к сожалению от обновы до обновы некоторых героев приходится перекачивать переделывать чуть не полу алтаря ну от этого никуда не денешься потому что у нас очень часто обновы но к сожалению не те которых мы бы хотели сегодня мы поговорим про таланты возможны проблемы их актуальность для каких героев что ставить покажу чем у меня в алтаре есть я вам показал уже топовых героев для битвы гильдий то есть для дафа для атаки я сегодня мы с вами поговорим про таланты потому что разные вариации есть сейчас зайду энциклопедию вот счастье у нас есть куча всего в общем поехали ну изначально у нас на сегодня приветствуются конечно же даф на и таланты то есть это самое топовое на сегодня это со и огненка огненка а блокируется но есть ворожай есть куча питомцев которые снимают молчание там блокировки и талант принципе работает более менее нормально то есть если брать на сегодня вот этот вот талант лайн гард он один из самых топовых за счет того что он помимо того на что на прокачке дает жизнь также отражает и понижает входящий урон на 55 процентов но это на сегодня самый топовый талант мне практически на 90 процентов героев которых я использую думаю многих тоже после него по топовости на сегодня идет еще один талант sacred life священный суд который дает жизнь и дав вместе в сочетании не дает вообще просто не убиваемого героя если вы на ролике ему еще уклонение принципе у вас никаких проблем на любых локациях не будет дальше дальше у нас есть куча разных вариаций талантов сталин кавер кавер тихое укрытие давный вариант также есть но щас такие более рвение за лауз драйв тоже атака плюс дав так что там у нас еще есть такое давный вариант это 2 каменка 3 но с таких я имею ввиду именно да вот три таланта которые можно принципе поставить но они на сегодня не настолько актуальны как первое это дает еще дополнительно блокировку которая по сути снимается на максималке это 70 процентов это та же самая каменка будет куда он всем 4 секунды ну честно скажу это время на реально вас не спасет даже если в этом в топ прокачаете здесь 80 процентов рвение будет получше даже потому что здесь 55 плюс одна клетка плюс 120 процентов атаки ну атака на сегодня для многих и для большинства героев это печалька и по сути она еще даже мешает потому что у некоторых есть оторжалки тоже самое огненка и герои ваши быстрее сливаться на сегодня это самый топовый вариант дальше давайте так буду поочередности два таланта вальс и у вас клинков play dance и маскировка многие хлеб отставят но не учитывая того что маскировка уже доказанная показал на фай она блокируется это раз а вальс у вас будет срабатывать только в момент когда у вас будет уклонение срабатывать то есть если вы не на ролике нормально уклона либо у противника будет много точности этот талант работать не будет хоть он и дает дофига 200 процентов атаки но она срабатывает только тогда когда срабатывает сам талант то есть вот так вот она действует плюс восстанавливает жизни в 90 процентов он бесполезен многие лепят его фрей и кричат вот она крутая вы просто не встречались с героями с точностью либо супер батами и по сути ваша фрей остается голой то есть данном случае не знаю это два таких таланта который я бы не советовал качать эмблема еще ладно но талантом вас герой будет однобокий для архидемона на сегодня какие варианты раскол плюс три таланта смотрителя это вот эти вот таланты это чисто для архидемона и плюс вот такой вот где там он раскол наш и уже вот раскол то есть это для архидемона таланты чисто для героев для архи можете их качать дальше у нас есть веселый талант выживания который тоже талантом я бы не качал почему потому что эмблемой в принципе лучше всего если вы вкачаете таланта вам придется для многих героев ставить рим для большинства героев плюс есть недомогание чарка которая понижает этот отхил и соответственно ваш талант будет только блокировать это это не всегда будет спасать ставить талантом тоже бессмысленно идем дальше дальше у нас такие таланты как огонь жизни дар жизни этом еще в жизни дар жизни это прототипы стойкости просто у них есть определенные еще дополнительные бонусы они лучше чем стойкость однозначно здесь у нас хоть и не меньше дают жизни но здесь 70 процентов шанс убрать все папа это лучше чем просто жизнь а здесь у нас крит но опять же если меньше 45 процентов увеличение вашего крита будет но они тоже такие себе то есть их вкачивает но я не знаю можно топу либо на какое-то время до восьмерки на девятку бессмысленно дальше у нас есть рим очка рим очка на сегодня один из таких актуальных и топовых вариантов так как она начала давать еще дополнительную атаку она делает герой универсальным вы можете поставить разные вариации то есть если вы против каких-то отражалок вы видите вы можете поставить подашку надо вам резнуться героя ставите оживу то есть герой будет у вас всегда включаться он больше для автопрокера на полу по локации талант на сегодня актуален ожива актуально только для некоторых героев дерево сед на на битву гильдий еще огнику неплохо заходит ну на разные вариации можно на родина тестировать но это такое уже лишний то есть принципе этот талант актуален для некоторых героев ты ушка на сегодня которая будет в кому то есть по сути станет бессмысленно целый distraction саморазрушение тоже нету смысла с мертельный удар селу тоже бессмысленный ракушка в принципе как варианта на прототип только единственное здесь 50 процентов отражения сто процентов а здесь у нас 80 вот тут и 80 это я уже зажег на максималке 80 здесь у нас стабильно 55 и плюс кипа поэтому огненька намного лучше хотя здесь чисто не проходит урон то есть такие два варианта но для героев которые получают обратку отражалки то есть там зефиры всякие кто много дамажит франки и прочее лучше вот такой вот вариант ставите они будут сливаться быстрее нежели вот на этом дальше замедление для архи демона актуально в принципе ну если вы выбить и хоть один любого лавала талант вот такой вот смотра это будет намного круче чем замедление потому что они дают дополнительный удар дальше есть два три даже таланта это исцеление из ворот и его одушка где там на его одушевление они актуальны исцеление воодушка для тыквы ну то есть берс уже на сегодня забудьте об этом таланте он уже не актуален даже если вы его поставите не качайте со временем вы по-любому вытащите один из этих трех и можете поставить для тыковки также дополнительная вам показывал исцеление но она хорошо у вас есть проблема для некоторых героев которые себя восстанавливают то есть имеют дополнительно встроенный отхил но это такое то уже знаете это чисто по фан поставить а так бессмысленно вот воодушевление с них 3 актуально для многих героев автопрокеров которые бьют автопроком то есть им не надо цель чтобы включить свой скилл они его включают автоматически то есть воодушка еще актуально скажем так идем дальше что у нас осталось подашка актуально для космо я показывал я с таким космо прохожу и проходил точнее волны джей показывала то есть без проблем можно парни для афины там и для прочих то очень уносит много дамага и кому надо встроенное уменьшение скажем так нет встроенного уменьшения надо уменьшить отражалки вот пожалуйста вариант на по локации дает атаку актуальным до сих пор дальше 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 железка ну принципе тоже классно 200 процентов но и за счет кулдауна ну единственный вариант где используют эмблемы для подземок так он бессмысленный грубая сила увеличение крит урона на полтора раза плюс увеличение атаки классная тема но талантом качать бессмысленная эмблема если есть лучше поставить эмблемы в большинстве случаев этот герой у вас будет сливаться на кого вы там захотите поставить бессмысленно я не помню это по моему ложный выпад если я не ошибаюсь или как его честно говоря тоже хрень и гнев для некоторых локаций использую эмблемами для того чтобы увеличить критрейт шанс крита и точность ради точности ярость и без и я помню тоже как она уже называется этот талант честно я уже даже забыл бессмысленно то есть этот этот талантом качать точно так же как и корка это все бессмысленно психо щит только эмблема на сегодня актуальность ужасную уже потерял пост один из универсальных талантов многим можно героям поставить но опять же он уже не настолько актуален так как на сегодня в игре роли дав атаки у многих ограничены вы все равно больше не набьете добавляет жизнь добавляет атаку на герой с бастом тоже сливается то есть бас на сегодня не есть уже таким универсальным талантом каким он был раньше поэтому его можно поставить там если у вас небольшая сила там для анубиса и для прочих кому надо и урон и жизнь для фарб локации но на полу по локациях такие герои уже тащить не будут единственный вариант это если вы на ролике все уклонение поставите максимального супер под это он будет сливаться это даже пропустим бессмысленно я не знаю но не просто добавили но можно было бы не добавлять оставить на пятерки увлечение опыта для того чтобы получить не это единственный вариант но не качайте потому что там прирост вообще смешной бессмысленной пятерки хватает ставите на топов прокачиваете получаете книги утекание актуальны для махатмы для черепа ну кто его использовать я не знаю там для битвы с осмотрами ну а так в принципе больше ну нафиг не надо тоже не особо не актуально бог войны не актуален бег это для минотавра я вам показывал уже минотавр и зайдите минор и лес есть видосик актуальный талант для минотавра кстати если опять же у него ступовой прокачки так ему качать бессмысленно разброс мне понравился эмблема 10 вот кстати вот девятка девятка десятка если прокачать девятку 60 энергии 4 а тут у нас идет стоя на и 4 вот на полу по локации принципе героем которых есть ограничения сейчас тестирую довольно таки неплохо вот в принципе я вам рассказал уже всех талантах которые есть то есть кому уже интересно какой-то определенный герой заходите плейлист обзор героев там есть герои в разных вариациях разных сборках а я вам сейчас просто покажу героев которые на сегодня в принципе у меня здесь вот стоят все актуальные сборки героев шапка я ее поставил с исцелением для подземок тестировал вот на архидемона 1 2 для пв по локации хватает римки это для теста плюс огненка в принципе неплохой вариант мне тоже понравился минотавр топовые у нас для забегов 3 как видите с огненкой ведьма для архи ара но десятку бессмысленно девятки этом разница 70 100 честно говоря только потратите зря вот вам тыковка разные вариации я делал тестировал череп малыш ник на добивание арктика но я многими героев героями не пользуюсь они просто висят в алтаре для тестов еще для чего-то вот на полу по локацию римки здесь хватает плюс подашку поставите скажите что за на базе просто не помню когда я последний раз ее использовала использовалась подашка кто бы половинка поставил так 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 перс перст уже показывал персовую тоже интересная тема насмотров качал но уронины у меня здесь разные всевозможные сборки есть народе на все что хочешь есть тестировал таки не дошел еще до всех талантов для ронина хорошо ожог хорошо живо хорошо и со тоже варианты я вам все уже показывал это уже так просто чтобы силу качнул то что стоит это не актуально не актуально ну такая вот сборка еще более-менее держится я показывал для один тоже топчик как видите очень много огненок дерево с оживой тоже огненка тоже огненка здесь оживо но она бессмысленно десятая так качнул здесь актуально будет подашка римка на сегодня вот со здесь герои которые для фарма я использую со если для по локации больше огненка такая такая вариация вот есть разные варианты героев здесь эмблемой стоит утекание плюс огненка не убиваемые получается вот космы для архидемона и плюс подашка этой вариаций мне хватает его не использую она без с папашкой сливается в полу по локациях очень быстро с бастом юнитов хоть можно убрать плюс суперсила фрайка которая кстати очень круто себя показала на б.г. вот такие вот вариации а суик даст пойбул скопа землеройка топовая хранитель монтора этого я вообще не использую сегодня вот топовая сборка для зефира сухонько как видите все топовые герои кто на пвп локации используются все в основном виду с огненкой оба с огненкой мне нравится на их пишут афига нафига мне нравится все равно больше процента бугиман двух вариациях еще хочу 2 пробовать использовать потестить как видите везде и кто на пвп все с огненками идут вот так вот все остальные герои я честно скажу я их многих послевал не прокачиваю даже во первых это меньше силы во вторых они на сегодня просто не актуальны даже топовые прокачки с уклонами совсем герой нихрена сделать толком не могут поэтому вот так вот пишите какие сборки вы хотите еще видеть ставьте лайки ждите новых видосиков по топовым плюхом в игре всем удачи всем пока